Меня зовут Ульяна. Да, ты меня пригласила сегодня в гости на прекрасный десерт. Ты о нём нам обязательно расскажешь. Вы сейчас в статусе свободны? Да. Свободны. А вот всегда интересно, понятно, что мы загадываем, визуализируем мужчину, там, такой должен быть, такой, но щёлкнет любовь, и уже там неважно, какой он, да, как бы рядом видеть с собой мужчину. Ой, долго думала на эту тему, как, наверное, и многие, но на самом деле ничего сверхъестественного у меня нет, то есть мне главное, чтобы мужчина был ответственным, мужественным, сильным, щедрым, который брал на себя ответственность, когда не боялся её брать не только за меня, у меня есть ребёнок, да, вот. Конечно, я не ещё отца, там, я ещё просто друга, который станет другом моему сыну, мне второму будем строить свою ячейку семьи. Фея, я с волшебной палочкой сказала, Ульяна, я исполню твоё заветное желание. Какое оно? У меня есть список целый. Ну, хотя бы самое заветное желание. Ну, вот, на сегодня у меня самых таких заветных желаний – это два. То есть, конечно, я хочу выйти замуж, да, второе, а я очень сильно хочу открыться этот фильм. О, отлично. Я, как добрая фея, дзынь, отправляю во вселенную это желание. В ближайшее время эти желания исполнятся у Ульяны. Кто для тебя был примером подражания? Для меня примером подражания, наверное, это прям кумира. В детстве такого прям не было. Был примером – это мой дедушка, который добивался всю жизнь, потом, да, шёл по ступенькам, чтобы добиться того, что он имел в этой жизни, да, семью большую. И как-то вот он дал мне этот характер, да, что нужно идти вперёд, никогда не сдаваться. Вот эту целеустремлённость, силы идти вперёд – это вот прям вот этот вот стойкий такой характер, вот это, знаешь, вот всё от него мне пошло. И твой девиз к этой теме? Мой девиз – ни шагу до сна, только вперёд! Я рада, что я сегодня нахожусь там, вот, в своей квартире, что мы с тобой сидим там за приятной беседой, в комнате там сын, семьяк, и я этому благодарна. Ну, вообще, это десерт робкейк, да, называется, то есть переводится он как «сырой торт», да, по-другому? Сырой торт, я впервые такое слышу, конечно. Да, получается, что делается он? Он без муки, без сахара, он без, получается, у нас лактозы, без глютена и без яиц. В основу входит, получается, что у нас идут свежие ягоды либо фрукты. Основа у нас идёт, тут есть крем, но крем особенный, он делается из кешью, из ореха. Вот, также у нас идёт, как подсластитель, это липовый мёд, именно липовый мёд. И у нас идёт какао-масло как стабилизатор, и вот в шоколадную основу, либо вот в начинку добавляется ещё шоколад, ой, какао-тёртый, стопроцентный, как бы, вот, перетёртые бобы. Получается, десерт очень полезный. Содержится очень много всяких витаминов, минералов, там, да, там, группы В, там, везде в основном входят, там, да. И также там и они и кальцием богаты, и магнием, и цинком, как бы, да, там, и сюда входит и омега. Ну, то есть, даже если вот разбирать каждый состав, там, то есть он очень богат на витамины, ну, и, конечно же, это большая польза для здоровья. Автор, да, не моя. Так получилось, что Боженька послал мне вот человека, я наткнулась, да, я увидела вот эти полезные у неё десерты, я прошла у неё обучение, вот, очень интересная история, там, да, у кондитера, которая проходила, что действительно ей этот рецепт пришёл, там, ну, свыше, она ездила, да, она ездила медитациями, занималась, да, вот эти десерты, духовно, духовно, она просила, она была вот и на Бали, я читала, и, просто, да, и было очень тяжело, она там рассказывает эту историю, и, действительно, свыше ей вот был послан... Слушай, мурашки, прям, я настолько, я настолько люблю эзотериков духовных людей, я сама духовно развиваюсь через благотворительность, милосердие, и вот Тибет, Бали, вот всё, есть фильм с Бали, свято, ешь, молись и люби, Джулия Роберт снимается, большой клуб знакомств, много подписчиков, я уверена, что наши подписчики тоже много духовно развитых людей, которые полезно питаются, занимаются спортом, и обязательно обратятся к тебе за заказом, возможно для них скидка? Конечно, конечно, скидка для всех участников клуба, конечно. Да, мы скажем кодовое слово, как всегда, Зоин клуб знакомств, и скидка в размере 10% для наших участников. Почтается, что у нас здесь? А, вот это у нас, это здесь вообще основа винограда, я смешивала с черникой и внутри шоколадная начинка. Вот здесь у нас виноград клубника, это шоколад с клубникой, это виноград шоколад, это тоже новинку производила, макгалин шоколад, лимон шоколад и ананас шоколад. Ну-ка, какая красота. Вот такие они вот прекрасные, очень красивые участники и подписчики наши посмотрели на эту красоту. А, это шоколад лимон. Да, шоколад лимон. Послудово такое, все там, знаешь, то есть там сервей из и у него там целая габритарь, мне, пожалуйста, кому гостите едут. Слушай, как вкусно. Это все. Да, знаешь, что мне еще нравится, как мороженое, что такое, да, как мороженое. Что когда они же вот сейчас в холодильнике, с морозилки же я их достала, да, они потаяли, да, стали как десертика. Когда они холодненькие, вот действительно, даже когда сейчас лето жарко, можно как мороженое пить. Прямо, да, очень вкусно. Кстати, твоя кофейна будет пользоваться успехом, потому что такого нигде нет. Нужно иметь свои идеи, а не повторять там за кем-то, там, знаешь, мне все говорят, а есть такой клуб знакомств, как у тебя? Я говорю, да вроде бы нет. Такой кофейни с такими пироженами тоже нет, это твоя идея, и к ней нужно обязательно прийти. А, у меня есть комплимент, да, то есть вот такие вот апельсины, как чипсики, я их тоже делаю сама. Вот, держи, попробуй, что же. Спасибо. Комплиментик, улыбайся. Чувствовала, что я этому миру полезна чем-то там, да, но не знала, чем. Вот как и я, тоже всегда чувствую, что я пришла в этот мир внести пользу людям. Ну, это мое призвание, это изнутри идет. И люблю делать то, что я хочу. Это свобода. Свобода, свобода своих действий. Твой призыв такой же, понимаешь, нести что-то полезное людям. Это очень, это замечательный призыв на самом деле. Кофейня и твой образ, вот тебе это подходит. Да, мы тоже это говорим. Да, это прям вот от тебя, знаешь, исходит вот эта теплота. Кофейня – слово тёплое. Да. Да, оно тёплое, такое именно удобное, комфортное это слово, кофейня. Вот как знакомство Зоя, наверное. Да, 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 мне подходит. Подходит. Да, тебе так – Ульяна Кофейня. Да, это тебе подходит.